Значит, что я хотел тебе еще показать? Есть такая очень интересная вещь. Ты знаешь, я на своем канале отдал известную дань обсуждению того, что Кремль уже не один год, ну, давно, но сейчас это просто вошло в активную фазу, повредился в уме насчет разного рода оккультной тематики. Тракте Бедохов всех этих. Я, правда, не знал, что его зовут. Генерал Кома входит в число особо засекреченных сотрудников СО и открытой информации о нем крайне мало. Сослуживцы за глаза называют его звездочетом, поскольку он постоянный участник разного рода научных семинаров и дискуссий по изучению космоса. Например, в прошлом году он принял участие в конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», организованной Институтом космических исследований Российской академии наук. Источник The Insider в охране Кремля сообщил, что генерал-свездочет руководит группой внештатных советников, в которую входят астрологи, черная магия и экстрасенсы. Некоторые из них были консультантами и начальниками личной охраны Ельцина-Коржакова. Затем у следующего Евгения Мурова, а теперь дают прогнозы и советы нынешнему руководству ФСО. Ну вот, есть ссылка, поэтому в телеграм-канале вы можете ссылку на инсайдер посмотреть. Действительно известно, что в ФСО работает структура, причем это ставленники Юрия Ковальчука, тоже не секрет, близкого Путина человека. И они, вот я могу подтвердить, действительно сейчас очень сильно заняты тем, чтобы спасти участь Путина. Прочитайте материал, там все подробно изложено, ссылки все есть. Значит, там целая бумага приведена, какие нужны мероприятия, спецмероприятия провести. Вот, закрытый документ, потому что не знаю, как он попал в инсайдер, но как-то попал. Я думаю, скачали откуда-то из почты, вскрыли что-то почту или что-нибудь в этом роде и, собственно, это все опубликовали. Вот смотри, ты признаки усматриваешь, усиление именно этого в таком, знаешь, как поэма конца. Вот конец, чистый лист, большинство. Ну, однозначно, однозначно. Вообще, впервые вся же это оккультная ерунда, традиция появилась от Петра Вадмаева, который привез из Тибета трактат Жудши, да, и стал там пользоваться членом императорской книги. Это преддверие Романовых. Да, преддверие Романовых. С тех пор это стало такой традицией, да, она там шла, там даже вокруг Сталина были тракты-бедохи, там все Николай, Николай, это история с Распутиным, понятное дело, там, ну, как бы Путина, у Путина это было, в новой истории это Джуна Давида Швили, которая была очень мощным человеком. И Брежнева, с Брежневым встречалась. Да, с Брежневым встречалась, лечила Брежнева, она обладала необыким влиянием при дворе, серьезным, а самое главное, ее боялись даже генералы КГБ, настолько влияние было часто мощно, начиная с ее личной силы, заканчивая там, типа, влиянием на ЦК. Вот, я достаточно близок был в этой тусовке во время обучения в московской школе, там, да, да, и, как бы, да, как бы, меня, тот, кто меня учил, Александр Каминский, он всегда, он их лично всех знал, они знали его, но он предупреждал против того, чтобы с ними иметь дело, и всегда демонстрировал портреты, и говорил, смотри, вот это, как мне надо делать, вот эти вот люди. Ну, это клан всегда был мощный, но, как ты понимаешь, сваливание в это, ну, тут шаманская история еще, там, все эти ритуалы на крови и прочее, прочее, сваливание, усиление таких персонажей в целом в рационального типа западной политики или околозападной, означает всегда приход психологически-коллективного, эсхатологического такого переживания конца, потому что чем ближе к концу, чем ближе к растворению, тем больше активизируется как бы, такие вот тенденции в психике, которые требуют, не находят материального объяснения, я бы сказал, а человек же не может жить, имея кучу факторов, разрывающих изнутри и снаружи, и не имея объяснения, нужно срочно править картину мира, кто правит картину? Тракте бедохи, они приходят и говорят, подожди, вот на идейном уровне это, на материальном, мы тебе обрядик сделаем, вот сейчас посчитаем гороскопы и так далее, но астрологи профессиональные знают, что так как Путин наступает, и все даты его наступления, и само 24-й шло, это ощущение, что в штабе кремлевских астрологов, СООшных, сидит украинский герой какой-то, который подбирает им, обладая достаточным влиянием, подбирает им максимально неудобные даты для наступления, чем они руководствуются, непонятно, потому что с астрологической точки зрения, если мы уже о ней заговорили, профессионалы-астрологи говорят, что более неудачных дат трудно подобрать, для всех их заявлений, действий и так далее, там работает какая-то герой или группа героев, штирлицев, астрологов, которые, сдача от отца, подбирают наиболее, наиболее неуклюжие даты. Но если вопрос четко сводится к тому, что не означает ли это ощущение начало-конца, то, по крайней мере, по внутренним ощущениям так точно, потому что активизация, ну, понятно, что они какое-то место занимают, но вряд ли они занимают им первое место, а если они становятся, как инсайдеры утверждают, или источники инсайдера растут в весе, это означает, что растет внутреннее напряжение в клике. Как у отдельных членов, так у массы, и, значит, все больше прибегают к Трактебедохам, потому что, ну, это как у Гитлера. Есть три стадии. Армия Венка, чудо-оружие и чудо-астрологи, Трактебедохи. Ну, вот там всякие шаманы и прочее. Значит, армия Венка у нас уже была, армия Суровикина не сработала. Значит, чудо-оружие и иранские дроны не сработали. Значит, сейчас у нас что? Сейчас стадия 100. Это напоминает последние месяцы в бункере его великого предшественника. Ну, смотри, они, во-первых, и долго этим занимались, но Путин, в общем, я бы сказал, как-то долго находился в стороне. Окружение-то всегда было погружено в это все. Вот, и у меня были эфиры по этому поводу, и вот недавний из Пугачева. А вот сейчас, сейчас уже как бы явное доминирует, потому что этот генерал Комов, он похож на генерала Рогозина. Вот, кстати, дядя нынешнего Рогозина, который изображает из себя комбатанта по кличке то ли Космос, то ли Сармат. Я не знаю, откуда он берет эти погоняло в качестве позывных, так сказать, он ни на то, ни на другое не тянет. Но в любом случае процесс этот там усиливается. ДИНАМИ offers